Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если говоришь мужу, что устал от его безразличия и невнимания, и хочешь разобраться, он просто отвечает тебе по смс из соседней комнаты, что принимает твое решение. Что это? Человек хочет развода, но не хочет брать на себя ответственность, или что? Я думаю, что мы, как психологи, не можем оговорить за других людей. Вашего мужа хорошо знаете вы, и, соответственно, вам, наверное, лучше знать и отдавать себе отчет в том, что он, по факту, имеет в виду, вам лучше это знать, вам лучше это понимать, что он имеет в виду. Мы его не знаем. Это первое. Второе. Я думаю, что если вы говорите о том, что устали от его невнимания и так далее, и на самом деле хотите разводитесь, у меня складывается такое ощущение, что вы не разводитесь с ним хотите, а его краски внимания привлечь. То есть, по сути, мы говорим о том, что вы сантащируете или пытаетесь человека напугать разводы, а он принимает ваши решения, и это, на мой взгляд, абсолютно нормально, абсолютно нормально. Я бы даже сказал, хорошо, что он принимает ваши решения. А как считаете вы? Вы считаете, что человек не должен принимать ваши решения? Или как? Или вы считаете, что... Что должно измениться? Вы считаете, что он должен поменяться? Или как? Так. То есть... Ну вот, давайте как-то вот посмотрим, чего вы хотите там. Чего вы хотите для себя в этой ситуации. И если... Ну просто опять же, да, если вы хотите разрестить, разводить, если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, разобраться с тем, что изменилось, что он, например, перестал вделять вам внимание и так далее. Другой вопрос. Если вы, например, свою собственную потребность во внимании мужа не считаете проблемой, вот, то в таком случае вам действительно возможно стоит разрестись. Потому что вряд ли, вряд ли ваш супруг, например, изменит свое решение. Если изменит свою позицию, вряд ли он будет вести себя по-другому сейчас. Сам по себе, вот, просто если вы будете, ну, требовать от него. Если вы хотите отношения сохранить и подкорректировать, то... На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы ему прямо-таки захотелось. Чтобы ему захотелось... обращать на вас внимание. Понимаете, да? Сейчас пока этого не происходит. Вы пишете, что устали от его безразличия. А что это значит, устали? Вот, как это... Да, то есть, ну, устали это как? Как можно было бы... Охорактеризовать вашу усталость? Ну, конкретно как? То есть, что вы понимаете под этим? Что вы понимаете под тем, что... Устали от безразличия... Устали от безразличия... Человек. Хотелось бы этот момент... Немножечко... Прояснить. Вот. Прояснить именно этот момент. Как вы понимаете... Что устали. И... Хотелось бы прояснить... Момент... Какую... Ну... Быть может... Свою... Например, психологическую проблему... Да? Вы пытаетесь... В этой ситуации решить. Потому что нам очень... Нам очень важно... Чтобы вы не решали... Свои проблемы за счет мужа. Вот. А сейчас есть... Пока на данный момент... Такое подозрение. Что именно это вы и делаете? Эээ... Что, конечно, не является... Чем-то хорошим. Является чем-то... А... Ну... Полезно для вас. Потому что... Муж-то ведь... Может и... Не захотеть... Решать... Ваши... Ваши... Ммм... Ммм... Ну... Ваши проблемы. Вот. И это его... Это его... В принципе... Право. Как мне кажется. Вот. Поэтому... То... Что вы... Пытаетесь понять... Своего мужа... Вместо того... Чтобы... Разобраться в себе... Да? Это и есть... Ээээ... Системная... Деструкция. Которую поможет как раз вот скорректировать психолог. Конечно, 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 если вы этого хотите, ну потому что на данный момент по моим ощущениям вы хотите только понять своего супруга, понять другого человека. Как-то так, я думаю, как-то так. То есть определитесь, то что вы устали от его невнимания и безразличия, что для вас это значит? Именно для вас. Вот именно для вас какое это значение имеет? И имеет ли? Ну то, что имеет понятно, вот какое это значение имеет? Давайте так. Постараемся сформулировать вопрос. Какое значение для вас это имеет? Что это за значение? И дальше уже как-то будем говорить об этом. Ну, в этом ключе. В зависимости от этого можно будет в принципе и решать проблему, вот. А сейчас вы, вероятно, просто от обиды, от, ну возможно, бессилия некоторого. Пытаетесь, значит, человека понять, да, вот, но это невозможно. Невозможно понять другого человека. Я пытаюсь как раз таки именно это до вас донести. Вот. Именно это пытаюсь донести до вас. То есть невозможно, нереально. Можно только опираться на себя. И вот уже исходя из того, что хочется вам, исходя из того, какие приоритеты у вас, можно что-то предпринять. Ну, какие-то действия можно предпринять, да. То есть, что-то для себя решить, например, можно. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен, буду благодарен вам за обратную связь. по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго, удачи, прощайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.